Петербуржцев призывают срочно проверить свою недвижимость. Чиновники сообщили, что в электронной базе и в документах собственника данные квартире могут не совпадать. Это влияет на размер налогов и других платежей. Исправление ошибок ложится на плечи самих владельцев недвижимости. Причем делать это придется за деньги. Наталья Дубровская выясняла, может чиновники опять что-то перепутали и почему за их промахи должны платить горожане. Марина ошибку нашла сразу. Несоответствие данных на сайте Росреестра и в кадастровом паспорте, том что на руках, пенсионерку не обрадовало. Разница в метраже квартиры оказалась небольшой, но и это имеет значение. Мне уже прибавили 0,05 квадратного метра, что в дальнейшем повлияет на налоги соответственно, что повлияет на различные оплаты. Чтобы исправить ошибку, допущенную кем-то в госструктурах, петербуржцам придется заплатить 150 рублей. Причем до 15 февраля. Этот срок установил Смольный. Комитет имущественных отношений настоятельно рекомендует всем горожанам проверить информацию об объектах недвижимости. Сравнить адрес, площадь, этаж, планировку и так далее. К чему такая спешка? Да и вообще, почему собственники должны делать чужую работу и еще платить за это? Это их прямая обязанность вести кадастровый учет. Они за это, простите, получают деньги налогоплательщиков. Зачем пенсионер, у которого есть вот такой вот паспорт при приватизации, он есть у каждого. Соответственно, зачем он будет еще что-то проверять? А ошибки точно есть. Это подтвердили в городском управлении инвентаризации и оценки недвижимости. Именно эта организация занималась корректировкой сведений по объектам недвижимости. Свою работу специалисты завершили еще в декабре прошлого года. Но что-то пошло не так. Пришлось принимать меры. Когда срок гарантийных обязательств ГУП ГУИОН по госконтракту истек с Росреестром, кадастровой палатой и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга была достигнута договоренность, что до 15 февраля 2016 года ГУП ГУИОН продолжит работу по выявлению и устранению ошибок. Причины возникновения в ГКН некорректных данных различны, в том числе и технического характера. Ошибки в сведениях, говорят чиновники, могут привести к неразберихе при проведении сделок с недвижимостью. А главное, к неверному начислению налога на имущество. Но ответственность за это почему-то переложили на горожан. Да, необходимо проверить. И если найдете ошибку, то до 15 февраля успеете ее исправить. То есть заявление направить в районный филиал в ПИП. Если я не успею ее исправить до 15 февраля? Пока неизвестно, что будет дальше. Евгения председатель совета дома. По долгу службы она знает. Интернета у многих жильцов просто нет. Например, у пенсионеров или малоимущих. Потому и зайти на сайт Росреестра они не смогут. Это значит, что для этих людей стоимость навязанной проверки данных будет совсем иной. Для проверки своих документов они должны пойти в МГЦ и там заказать выписку за 200 рублей как минимум. Понятно, да? То есть для них это уже удорожание определенное. Второе. Если площади не совпадают, соответственно, что нам нужно сделать? Нам нужно вызвать кадастрового инженера, оплатить стоимость работ по перемерке квартиры. Это уже совсем другие деньги. Это уже тысячи. Риэлторы тоже в недоумении. При проведении любой сделки вся информация об объекте недвижимости тщательно проверяется. И если в государственную базу данных закралась ошибка, то уж точно не по вине горожан. А сейчас получается так. Не проверил лично, пеняй на себя. Мы платим налог именно с метров. Какими владеем? Если ошибка будет глобальной, то это переплата, да, в сторону увеличения. Если ошибка будет в сторону уменьшения, ну тогда государство потеряет. В городском управлении инвентаризации оценки имущества уверяют. 15 февраля дата не окончательная и, возможно, столь сжатые сроки пересмотрят. Однако все это пока только на словах. На деле же наказ провести скорейшую проверку технических характеристик жилья до сих пор в открытом доступе на сайте Росреестра. А значит, жители Петербурга и только они пока, во всяком случае, несут полную ответственность за чужие ошибки. Которые, как видно, кроме самих собственников обнаружить некому. Наталья Дубровская, Артем Полкачев, Станислав Посыпкин, Антон Овчаренко и Анна Ивлева. Пятый канал.